Ван Гог у медицинской маски и социальное дистанционирование. Как не покинуть гамельчан без мастерства в период пандемии, ведают в картинной галереи Гаурила Вашенки. На передо дни тут провели традиционную акцию «Ночь музеев». На ней побывала наш корреспондент Ганна Коральчук. С уликами эпидемической ситуации, все лета многие установы отмывались от масштабного ведущего мероприемства. Однако в галереи вы решили все-таки подрихтовать шерох сюрпризов для наведывальников. Як супрацовники выставочной просторы, так и наведывальники засумовали один по одним. У определенный период времени у нас незначительное было количество людей. И я буду совершенно с вами откровенно и скажу, что и сотрудники наши скучают без посетителей. Мы только держали связь по телефонным звонкам, мы давали информацию, но надо очень отметить, что приятно было, когда прозвучало в средствах массовой информации, что все же в картинной галереи «Ночь музеев» состоится, то было очень много звонков. А до которого времени можно прийти? А как долго можно находиться? А что для этого надо? Когда в выходе в галерею разгорнулася выстава продаж сувениров, на которой можно было набить самый потребный аксессуар, опечного часа – маску. В ученик колледжи народных мастерских промыслов сделали варианты с вышивками и надписями. Далее экскурсия по экспозициях. До речи, любой жадающий мог наведать «Ночь музеев» бесплатно. Для этого нужно было провести в первые 15 минут каждой годы. В зале гостей ждали такие выставы, как «Невядомый Ван Гог» и «Напау полотна» Татьяны Гержгориной. А кроме того, профессионалы и творцы-аматеры могли покинуть свои работы для экспонования на выставе «Я мастак, я так бачу». Народный проект уже объединил около 50 мастеров Гомельщины. А тем, кто только марит творить нечто своими руками, пропоновали принять это дело в бесплатном мастер-классе по интуитивным рисункам от Мастацкой школы «Ключ» Игоря Ягодкина. Методика заключается в следующем. То, что обучаются руки делать определенные движения и обучаются глаза видеть в определенных движениях определенные формы. И после создания вот этих движений глаза распознают, а руки доводят это и получается вот такого рода работы. А в зале по проспекте Ленина гостей чекали милые пухнатые звероняты. Незвычайный зоопарк знаменит с разностайными декоративными трусами. Чернобурыми, новозеландскими, коричневыми, ширыми французскими, голландскими облавухими и многими иншими. Когда 30 видов от карликовых до гигантских, с радостью чекают под шастунков от гостей, а взамен дадут себе погладить и сфотографоваться. Кроме того, на выставе парк пухнатых можно увидеть малпу, шиншилл и наводьянота. Усеяны будут в Гомеле до 17 липеня. Ганна Корольчук, Павел Антонов, телерадо, компания «Гомель».